Всем привет! Вы на канале А ну-ка давай-ка! И сегодня в нашей семье опять пополнение! Оооо, вы только посмотрите на эту коробочку милоты! Я знаю-знаю, вы спросите, Аня, у тебя и так уже 7 котов, куда еще-то? Ну, на самом деле я не специально. Бывают в жизни моменты, когда совесть не позволяет поступить по-другому. Мы случайно нашли этих котят на улице, и их состояние здоровья были несовместимы с уличными условиями. А точнее, проблема была в их глазках. Я понимала, что если я их не заберу, то котята лишатся глаз через какое-то время. Ну и, собственно говоря, теперь у нас 5 котят. Ну и, конечно же, мама кошка. Она такая красивая, тыохмасная. Говорят, что трехцветные кошки приносят удачу. Ну, посмотрим. Мне очень нравится, как ее мордочка разделена как будто на две половинки. У котят уже есть зубки, поэтому они могут кушать обычную еду. Но кошка все еще позволяет пить им грудное молоко. Поэтому пока что разделять я их не хочу. Но вообще, я хочу раздать всех котят и маму кошку в том числе. Так что, если вы давно мечтали о котенке, то смотрите этот ролик до конца. Организовывать место для маленьких котят для меня уже не впервой. Я быстренько принесла домик, лоточки, еду и воду. Я считаю, это минимальный и достаточный набор для содержания любого кота. Боже, какие же они милые. Это утренние кадры, а мы их привезли вчера вечером. И первым делом мы, конечно же, их всех обработали от паразитов. Я очень не хочу, чтобы кто-то из нас или наших животных заболел. Но при этом доставлять дискомфорт таким крохам тоже не хочется. Поэтому я капаю по одной капельке на холку каждому котенку и целая пипеточка уходит на маму кошку. Кстати, котята спокойные, ручные. Я без усилий придерживаю котика, раздвигаю шерсть на холке, чтобы добраться до кожи и просто туда капаю лекарства. Пока они были на улице и я думала, что же мне с ними делать, я заметила, что у двоих котят вообще закрыты глаза. Тогда я взяла ватный диск, средства и начала чистить. И когда глаза стали открываться, оттуда просто ручьями начал вытекать гной. Ну, собственно, поэтому я и решила, что надо забрать их домой. Дома я уже аккуратно, тщательно стала размачивать все корочки. Сначала обычной теплой водой, а потом специальным средством. Котята довольно спокойно перенесли процедуру. Особенно этот рыженький. Они как будто понимали, что я им помогаю. Кстати, у этого котика было самое плачевное состояние. Даже сейчас на видео это выглядит уже не так страшно, как изначально. И я уверена, что скоро мы справимся с этой простудой. Конъюнктивит у котят это вполне обычное дело. И с регулярной и правильной помощью все это быстро лечится. Да, кстати, наша Алиса просто обожает котиков. Но все-таки 13 котиков в доме это даже для меня перебор. Поэтому внимательно присмотритесь к каждому из котят. Заполните форму, которую я оставлю в описании. И может именно вас я выберу как хозяина для одного из этих комочков счастья. О процедуре передачи котят я расскажу в следующем ролике. А сейчас хочу подробнее рассказать о каждом котенке. Это удивительно, но котики, родившиеся и росшие на улице, просто моментально поняли, куда правильно ходить в туалет. Вы это представляете? На улице они ходили в одно место. И видимо кошка своим примером показала, куда тут нужно ходить. И котята послушно повторяют. Они конечно еще немного побаиваются камеры, но это всего лишь первый день в нашем доме. Котята, кстати, очень игривые, особенно два сереньких близнеца. Я видела возле места, где нашла котят, много мертвых мышей. Это значит, что мама кошка уже начала обучать котят охоте. Ну и питаться пойманной добычей. Вы представляете, к месяцу они уже охотники. Вот эти два котика две противоположности. Серый самый крупный и крепкий, а рыжий мелкий и слабый. Также есть два близнеца. Я их различаю только по рыжему пятнушку на мордочке. У правого оно больше выходит наверх. Ну и черненькие все время где-то прячутся. А вот остальные активно исследуют территорию. Эй, а что это тут происходит? Это что, новое нашествие тараканов? Ха-ха-ха, ну можно и так сказать. Нашествие пушистых тараканов. Что-то мне это не нравится. Анюта, у нас же и так куча котиков. Ты же не хочешь сказать, что и эти останутся? Ой, кажется к тебе пробрался маленький шпион. Ну не волнуйся, они у нас временно. Долго не задержатся, так что смотри сильно не привыкай. Ой, эй, ты куда? Я не твоя мама. Хе-хе, какой смелый. Совсем меня не боится. Ну ладно, но только попробуйте пить мою водичку. Я вам. Хе-хе-хе-хе. А что, в большой семье надо строго следить за своей мисочкой. Так, там никто ко мне не пробрался. В общем, Бафюшу котики насторожили. Ну думаю, они подружатся. Что ж, давайте расскажу подробнее про каждого котенка. Допустим, этот серый мальчик. Он самый крупный из всех котят. У него также очень плотная хорошая шерстка. Мне он чем-то напоминает котика породы британец. Такая же густая шубка, черный носик. Думаю, есть вероятность, что его папа именно британец. Эй, маленький, не надо так бояться. Хе-хе, вы только посмотрите на эти испуганные глаза. Кстати, радужка уже начала менять свой цвет. Наверное, им около полутора месяцев. Ну, кстати, этот котенок довольно самостоятельный. Он не прячется постоянно, как черненький, но и не идет в руки, как остальные серые. Так же он чаще всех пьет мамино молочко. Ну, конечно, характер может меняться. Я рассказываю лишь то, что увидела за пару дней. Дальше рыженький. Он тоже мальчик. Он сейчас болеет сильнее всех. Прошло три дня, и у него снова загноились глазки и появились сопли. Выглядит плохо. Будь здоров. Возможно, завтра повезу его к врачу. Не волнуйся, маленький, все будет хорошо. Ну, знаете, наш малыш тоже был самым маленьким из братьев. Амурочка часто болела, но они выросли в чудесных котиков. Уверена, и этот котенок будет замечательным котом. Ну, а теперь этот чертенок. Как всегда, где-то прятался и насобирал кучу пыли. Ха-ха-ха, что же у вас у всех такие испуганные глазки? Ну, этот котик не полностью черный. Видите, у него на грудке есть белое пятно. Когда этот мальчик подрастет, то пятнышка будет заметно больше. Ну и остались девчонки. У этой, как я уже говорила, рыжая пятнышка на мордочке и на лбу. Она очень игривая и любознательная. А еще у нее интересная окраска носика. Мне она нравится. Думаю, эта кошечка будет отличной мышеловкой. Ха-ха-ха. Ну, собственно, как и ее сестричка-близняшка. Здравствуйте. За что вас посадили в тюрьму? Ха-ха-ха. Это вы тут надзиратель? Боже, что за милота. Ну, эта кошечка, кстати, единственная, кто мурчит и аж прислоняется к руке, когда ее гладишь. Думаю, скоро и остальные будут так же делать. Просто нужно их чаще гладить. Ой, ты боже, какая нежнятина. Ха-ха. Нежность нежностью, но все-таки хищница. Ой, боюсь, боюсь. Что ж, вот такое чудо теперь может стать вашим. Для этого нужно заполнить заявку, ссылочка на которую будет в описании под видео. Обязательно перед этим посоветуйтесь с родителями и попросите их помочь правильно все заполнить. Там будут разные вопросы о вас, чтобы мы могли понять, справитесь ли вы с содержанием котика и ответственно ли вы подходите к этому вопросу. Ведь мы хотим найти самые подходящие семьи для этих крошек. Ведь они теперь часть истории, а ну-ка, давай-ка. Ну и, конечно, принимаются заявки на маму-кошку. Она молодая, игривая, очень ласковая и настоящая героиня. Она заслуживает попасть в хорошую семью. Перед тем, как отдать котика, я буду задавать вопросы по уходу за питомцем. Что нужно делать, если котик болеет? Как правильно обрабатывать и прививать пушистика? Что можно котикам кушать, а что нельзя? И еще раз хочу напомнить, как важно кастрировать котов и кошек, имеющим доступ к улице. Этой семье повезло, но сколько котят прямо сейчас погибают на улицах? Будьте ответственны с любовью к животным. А также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и включать уведомления, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а у нас на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч. А вы уже смотрели это видео? Мне кажется нет. Скорее нажимай. А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok